я вас видел здравствуйте я вас не видел я представляю рассказывать на какие темы вы сегодня общаетесь я общаюсь во-первых добрый день во вторых меня зовут виталий как вам обращаться алмаз можете называть меня у нас можете конечно называть мир мой дорогой любимый так алмаз общаюсь на темы пока вы еще не сказали я общаюсь на темы истории алмаз подходит вам такое у меня к вам вопрос у меня я новости не обсуждаю я новости не обсуждаю я новости не обсуждаю алмаз и слушать я вас не хочу я вам чётко сказал я чётко вам сказал я общаюсь я общаюсь я общаюсь на темы а вы наверно уже стример да я блогер зовут меня виталий как вам обращаться здрасьте меня зовут максим я не блогер я убил максим что а вы блогер какой на тему ли украинский блогер киевская область тема истории максим подходит да ну я не очень шик и простой вопрос да какую последнюю книгу по истории кроме учебника и художественной вы читали максим если не читали ничего страшного так и говорите не читал даже не расстрельное дело за что нет не читал по истории я понял а вы на какие темы мы общаетесь максим чисто по общению как зовут зовут меня зовут виталий вас максим дальше о чем будет дальше но с вами общаться очень сложно потому что 8 вы знаете историю украины с девяносто первого года в том числе а где была украина в составе советского союза до девяносто первого года 22 по девяносто первый год была советская украина это одна из 15 республик да это я согласен очень хорошо начинаем разговаривать правильно у меня немножко а шара шри не старый украина берите да а как украина сделалось откуда современное украинское государство не 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 в 39 я же отвечаю на ваш вопрос максим или вы хотите уточнить нет давайте отвечать современное украинское государство возникло в начале двадцатого века в ноябре 1917 года когда украинская центральная рада провозгласила украинскую народную республику а потом а потом эта республика потерпела поражение в войне с советской россией советская россия захватила это государство создала советскую украину вот эта советская украина вошла в состав советского союза вот так вот да а что вы хотели рассказать мне про украину что вы спросите то я и расскажу я всегда отталкиваюсь от вопросов собеседника если у собеседника есть вопросы я отвечаю вы знаете мне сейчас убили своими два ответами что и это знал и сейчас одна минута не в 37 году не было такой страны украины это во первых что 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 не было не было было украинская советская социалистическая республика это одна из 15 республик республика это форма государства советский союз был федеративным государством состоялось 15 а послевоенный период и довоенный там короткий период даже из 16 была еще карело-финская советская республика но было афина наши были не афины вашими не были была карело-финская республика на территории современной карелии российской федерации на территории финляндии вашей республики не было и не спорьте со мной откройте википедию и почитаю не в советской республике не в россии империи меня поражает ваше знание максим с историей вас есть еще какие-то вопросы то есть финская республика не входило в россии не было финской республики не было было финляндия в составе великое княжество финляндская в составе российской империи а я вам говорю карело-финской советской республики которая была одной из 16 республик советского союза короткий период по моему с сорокового года чем на ракошкой то там от чем отличается финская и карело-финская великая княжество финляндская это территория современной финляндии а карело-финская советская республика это территория современной карелии российской федерации это разные немножко территории да я это прекрасно что вы это знаете я так и понял что вы это знали да и себя знали бы вопрос не знаю ладно чешу но если вы все знаете да сами вообще не интересно общаться видите как хорошо а зачем тогда надо и она до общаться с теми которые никто ничего не знает да слушать их бред не бред не ну очень интересно согласен с вами что слушать бред не очень интересно подожди особенно российские бред не да да у вас вопрос какой-то был а зачем тогда вы сидите и все это такое понятие просвещение если люди чего-то не знают я их просвещаю хорошо я не знаю того что вы мне сейчас сказали не знаете значит почитаете потом потом даю домашнее задание у вас такое будет хорошо я потом вам все объясню вы отчитаетесь о прочитанном скорее всего да тут блин ну вот так объяснить что мне даже вопросов нету и тебя как хорошо значит я хороший учитель правда очень-очень хорошие как напросила на комплимент пять баллов так а вы о чем общаетесь кроме здрасте и до свидания да с тем что здорово как у дела дела хорошо благодаря вооруженным силам украины вы же понимаете нету россии а чё украина нормально но благодаря в силу нормально у меня мирный город а где вы живете киевская область она не губерва на российской федерации прилет и правда были ну а когда оккупирует что вы будете говорить не оккупирует даже не задумайтесь если вы за три дня киев не взяли свое время то сейчас уже поздно а вы хотели кстати на максим а вы хотели бы что чтобы киевская область была оккупирована нет я хочу ебаную войну закрыть нахуй закрыть обратитесь своему президенту и не ругайтесь пожалуйста максим да он может прекратить только войну либо выйдите на улицу с протестами или вы не хотите протестовать дебилками и по башке получить это естественно за свободу надо бороться вот а просто так не достигается у вас нет свободы раз вы боитесь выйти на демонстрации у нас статья за это ну я у нас демонстрации запрещены потому что у нас военное положение а у вас нет военного положения вы можете спокойно выйти на демонстрацию выславить свое недовольство на получить по шарабану конечно заводить кутузку а как же а как вы думали остальные будут смеяться что залог пришел на это такое дело остальные пусть смеются вам нужно мнение окружающих для вас имеет какое-то значение максим нет мне имеется же действие действия пошел до нашли друзей и таких как вы за донатили на вооруженные силы украины чтобы она раньше тени вам нет почему вы не хотите за донатить на воссу воссу никогда почему по какой потому что мне надо зашла максим я не ругаюсь чтобы война скорее закончилась чтобы выбили мы российские войска с территории украины война закончится но я же за москву месяц говорить чертежки да какая разница откуда вы не хотите донатить на вооруженные силы украины а заряжение а зря так война раньше закончится не будете донатить война будет продолжаться даже через год у вас по-другому поговорить что через год вы будете говорить по другу я это слышал год назад представляете как говорили как и так и говорю россия агрессор и оккупант правда макс вы не вы не нет нет не агрессор а кто мы освободительная армия освободительная армия от кого вы освобождаете украинцев от фашистов ой как хорошо кто такие фашисты максим это фашист это муссолини а у нас муссолини при власти по моему его и повесили в сорок каком-то году но не вы ну итальянские партизаны его повесили у нас муссолини при власти максим у вас и муссолини и гитлер и гитлер в этом лице с вами все хорошо максим мы не будем звонить скорую помощь нет да звоните мне позвоним адрес какой по какому адресу заказать карету а ну на киев звоните я не мне не надо мне вам нужно помочь по какому адресу в москве вы живете а почему а почему у вас проблема со здоровьем наверное если вы считаете что муссолини и гитлер жив и они при власти в киеве я думаю что у вас проблема с ментальным здоровьем нет они не живы их и их идеи живой какие идеи их живут максим в украине их идеи что вы решили что все вам должны это муссолини это фашизм если мы решили что нам все должны это фашизм удачи вынесла душа по это позором мелочных обид не хочет он донатить на ВСУ ну хочет чтобы война поскорее закончилась а какой ой господи прости но с ментальным здоровьем там велика проблема я так и чуваю